И так, мы сегодня опять находимся в боевых условиях на абсолютно реальном объекте. Ну что, что хочется сегодня сказать. Господа, обращаюсь к тем, кто думает о том, что между лаками паркетными нет никакой разницы. Есть лаки профессиональные, есть лаки бытовые, есть лаки дорогие, есть лаки дешевые. Я всю свою жизнь сколько работаю с клиентами, а это уже почти 20 лет. Очень часто от клиентов слышу, Леонид, ну что за ерунда, ну какая разница, я куплю лак подешевле, он тоже нормально простоит. Добро пожаловать на объект с дешевым лаком. Я хочу вам показать, что такое дешевый лак. Пожалуйста. Значит, мы сейчас находимся на объекте, который перешлифовывался 4 месяца назад и был покрыт дешевым лаком. Я не буду говорить вслух, какого производства, хотя я догадываюсь. Я хочу вам показать результат. Значит, это жилая квартира, где живет 4 человека. Все ходят в домашних тапочках или носочках. Никто не ходит в уличной обуви. И по прошествии 4 месяцев мы получили вот такой результат. Более того, мы почти эти полы не мыли, потому что мы знаем, что такие полы мыть вообще нельзя. Иначе они совсем быстро износятся. Пожалуйста, посмотрите. 4 месяца прошло, и вот мы имеем вот такой вот результат. Разница между лаками какая? У вас должна быть достаточно большая толщина лаковой пленки. И у вас должно быть очень хорошее качество лаковой пленки. Поэтому мы используем лаки Бергер. Сегодня мы будем перешлифовывать полы с помощью вот этой вот незамысловатой шлифовальной машины под названием Level. Заодно мы ее сегодня протестируем. Будем покрывать грунтовкой фирмы Бергер. Flex Primer. Это грунтовка на водной основе. Она не пахнет. И в конечном итоге мы покроем лаком на однокомпонентной на водной основе EcoGold. Это однокомпонентный лак профессиональной паркетной линейки Бергер, который имеет очень хорошие показания по износостойкости, очень хорошие показания по экологии V2, то есть содержание растворителя менее 5%. Он практически не имеет запаха, и самое главное, этот запах очень быстро выходит. То есть что необходимо? Необходимо хорошо отшлифовать, покрыть нормальным надежным лаком полы мыслей. Тоже профессиональными средствами для мытья это средство ничего поверхности не дает, оно просто мягко, деликатно отмывает полы и все. И я вам могу сказать точно, эти полы после сегодняшней перешлифовки и покрытия лаком 5-7 лет простоят вообще без никаких проблем. Более того, эти полы можно будет мыть и совершенно спокойно можно будет эксплуатировать. Конечно же, так же добросовестно, как это и делали все это время. То есть только в домашних тапочках и только, ни в коем случае, не в уличной обуви. Посмотрели? Вы все еще хотите покрыть у себя дома дешевым лаком? Добро пожаловать! Гипермаркетеры и торговые сети вас ждут. Либо, пожалуйста, обращайтесь к профессиональным паркетчикам, которые помогут вам выбрать профессиональную правильную паркетную химию. А сейчас мы будем тестировать машину под названием Level. Значит, это машина отечественного производства. Разрабатывают ее очень талантливые ребята-конструкторы. И основная задача этой машины сделать пайбор недорогой, который сможет себе сочетать сразу три аппарата. Значит, это машина для прорубой шлифовки. Как правило, мы используем или барабанные, или ленточные машины. Может быть, отечественного, может быть, гиппортного производства. Однодисковые машины, чтобы сделать уже плоскость, то есть плоское шлифование. И углошлифовальное. Так вот, идея этой машины в том, чтобы совместить себе сразу все эти три прибора. Мы для тестов берем полы очень старые и очень-очень неровные. То есть мы имеем вот такую вот поверхность. И мы сейчас посмотрим, как эта машина отработает. Поехали! Поехали! Итак, что мы имеем? Плюсы и минусы. Очевидный плюс. Вы видите, я не использовал никаких наушников. То есть машина шумит, но шумит не очень сильно. То есть, в принципе, терпимо и количество шума очень небольшое. Значит, машина очень простая в управлении. То есть я не очень много прилагал физических усилий для того, чтобы ее держать. И она очень легко поддается для того, чтобы сделать подходы вдоль стены или углы. То есть не надо сильно напрягаться. Это хорошо. Значит, что мне понравилось? Поскольку полы очень сильно неровные, то на тех местах, на буграх, где абразив зарывается, машина начинает поджигать до ревесины. То есть дерево начинает гореть. Мы получаем вот такие вот пятна, как вот здесь вот показано. Это не есть хорошо. Машина достаточно агрессивная. То есть она неплохо снимает, но, опять же, говорю, на коревых полах показывает проблемы. Значит, в местах, где есть провис, она вообще туда не заходит. То есть либо придется очень долго шлифовать, чтобы близлежащие места чуть-чуть опустить, чтобы добраться до нижней точки. Углы. В угол она зашла достаточно близко и оставляет буквально небольшой кусочек, где-то порядка 5 сантиметров в самом углу. То есть по углам она долезает почти до самого конца. Это удобно. Вдоль периметра, вдоль стен, она тоже доходит до самого конца. Ну, в общем, мое резюме такое. Я думаю, что эта машина будет очень-очень неплохо работать на полах очень ровных. То есть, как правило, если это новые полы, новые выровненные основания, где лежит новый паркет, я думаю, что эта машина будет работать очень неплохо. На старых полах, скорее всего, она не очень здорово подойдет. Но, опять же говорю, она очень недорогая. Вы можете ее купить за совершенно небольшие деньги. Например, в компании Вернисаж. Или же также у нас вы можете ее взять в аренду для того, чтобы просто протестировать и попробовать. Это обойдется намного-намного дешевле, нежели чем брать профессиональные немецкие шлифовальные машины. И, глядя на нее, как она устроена, чисто по своему конструктиву, это предельно простая машина и в ремонте тоже. Плюс, что здесь очень важно, наверное, больше для мастеров, это очень простой способ крепления абразива. Я сейчас покажу. То есть, шкурка здесь зажимается всего лишь на двух обычных саморезах. То есть, здесь не должно быть какой-то специальной гайки или еще что-нибудь такого. И самое главное, вы видели количество пыли. Она почти не пылит. И я могу сказать, что по сравнению с советскими или украинскими эсошками, по сравнению с колумбусами или любыми однодисковыми машинами, количество пыли у нее или такое же, или даже меньше. Это было приятно.